доброго времени суток друзья приветствую всех на канале razon game в этом видео мне хотелось бы побеседовать на тему сборки my life на которой мы сейчас и находимся а дело в том что недавно я разговаривал с игроками которые тоже занимаются роли play направлением любят life режимы и из этого разговора я понял что многих отпугивает сборка my life именно сборка my life потому что она заточена на жесткий фарм проведение огромного количества времени ну и тому подобное и да действительно сборка my life была такая у меня есть видео в котором я бомбил как я 8 часов собирал ресурсы из этих ресурсов делал металл но я не зря называю сборку my life потому что нахожусь я на проекте рау который стоит на сборке my life но не является тем самым проектом my life который когда ты был и который многих напугал в том то и дело что сборка это такая штука которую можно настраивать регулировать балансировать и тому подобное и вот на мой взгляд данная сборочка попала в нужные руки потому как здесь теперь нету такого понятия как фарм его нету вообще теперь этого понятия бояться вообще не стоит ну и конечно же это life проект это не линейная игра поэтому многое здесь зависит от самого игрока как вы сюда зайдете чем вы будете заниматься куда попадете ну вообще очень многое зависит от вас но тем не менее может случиться так что вы вообще за все время существования на этом проекте ни разу даже не увидите точки где собираются ресурсы точки где собираются какие-то плодовые овощные культуры вы вообще этого можете и не увидеть пройти мимо даже не понимаю что они есть на этом проекте своем обзоре я показывал как здесь выглядят точки сбора ресурсов но для того чтобы это просто показать но вот на своем же примере я хотел бы и рассказать то как здесь вообще существуют предприятия которых здесь огромное количество и на которых трудятся и играют игроки я работаю на текстильном предприятии мы выпускаем сумки костюмы перчатки форму ящики в общем огромное количество которое конечно же требует ресурсов из которых мы должны это делать то есть нам нужно где-то доставать сырье и вот тут могут может любой подумать ну значит надо идти и кверху задницей на плантациях собирать эти ресурсы да нет нет здесь этого больше нету и вот я хочу показать коротенькие видео и как бы так сказать то из своих будней будни простого рабочего на простом предприятии как же мы это делаем и где мы это все собираем и добываем ну и надо наверное сказать что теперь вы больше времени будете проводить вот в таком вот положении в ожидании того когда изготовится ваш продукт которому занимается ваше производство ну и вернемся к тому где же мы берем эти ресурсы и это сырье слушай по работе то нет опять железа дефицит на ответом заняться хлопок я сегодня ездил договаривался сейчас ездил самому по поводу бревен и хлопка опять договаривался до этих самых досок и ткани наделал ящиков наделал а железо кончилось так железо железо и этот и полиэтилен полиэтилен делают я полиэтилен да везде него не было сейчас да сейчас я вот тоже туда заехал посмотрел полиэтилен теперь есть разлет вот это мне тогда нет не было его сейчас я с летчиком летал они готовы запросили только меди но я его просил на тот наш опой чтобы он закинул железо немножко а летели завод есть здесь там нечего брать пока ничего у нас вообще есть железо ли вообще нету сколько у нас есть чуть-чуть там на самом донышке здравствуйте вас беспокоит эгос я могу заказать железные слитки 200 штук много тогда давайте 150 ну сколько сделаете мне нужно 150 200 не больше а хорошо хорошо просто запишите мне чтобы я был список вот таким вот образом друзьям мы заказываем необходимые нам ингредиенты и продукты и внимательный зритель скажет ну да но это ты ведь заказал уже готовое изделие которое необходимо вам а что же по начальным ресурсам и будет прав да действительно начальные ресурсы из сырье нам тоже необходимо но здесь происходит все то же самое только заказываем мы это все в авиационной компании и можно это делать как я только что показывал по телефону а можно как в моем случае я просто приехал и лично сделала заказ и в дальнейшем уже авиационная компания приняв ваш заказ отправляется на специальный остров который находится в отдалении и доступа туда простому работнику да и вообще простому гражданину нету только авиационная компания может поставлять заказанные нами ресурсы. Она летит на этот выделенный остров, там загружается тем, что они приняли какие заказы, какое сырье им было заказано. Заказы эти отправляются двумя способами. Можно самовывозом, как это обычно бывает и чаще всего, естественно, а можно заказать аэрдропом. И этот же самолетик выкинет вам ваш заказанный товар прямо над вашим предприятием. Количество заказов ограничено только возможностью этой авиационной компании. Да, если заказывать целый день одно и то же, то, наверное, все-таки они не смогут вам привезти нужного количества. Но я, работая на нашем предприятии, ни разу не сталкивался с каким-либо дефицитом относительно этой авиакомпании. Всегда все доставляют в нужном количестве. Ну, а далее уже дело за малым. Как я и сказал, основной способ забора нужных вам ресурсов и сырья – это самовывоз. Самовывоз, ну и как в жизни, в общем-то, сделано так же. Доставка есть, доставка аэрдропом. Пожалуйста, они могут доставить вам и их наземным транспортом. Но это будет дороже. Поэтому большинство пользуются самовывозом. Самовывозом пользуются не только потому, чтобы сэкономить, а потому что это может быть даже в какой-то степени быстрее. Авиакомпания все-таки загружена. И ждать аэрдропа, может быть, не всегда нужно. Поэтому все зависит от вас. Я, например, иногда доставляю, забираю, вернее, наш ресурс один. А иногда мы приезжаем и такой небольшой колонны и забираем нужное нам количество ресурсов для нашего дальнейшего использования их. Вот таким вот образом здесь больше нету того самого фарма, который отпугивал большинство игроков. Все здесь теперь сделано на поставках. Взаимодействие между предприятиями, заказами. В общем, все, как это надо делать на роли-проекте. Того задротного фарма здесь больше нету. И фарминг здесь уже, вот как я, например, просто для того, чтобы что-нибудь прокачать. Хотя я сам не знаю, зачем мне это. В начале ролика я сказал, что, на мой взгляд, сборка MyLife, не проект, не путайте, пожалуйста, это не проект MyLife, это сборка MyLife, попала в нужные руки. И теперь она вышла в свет под названием Rao. Так вот, разработчики этого проекта сделали все возможное, чтобы избавить игрока от занудного фарма. Нет, фарм здесь есть. И если вы поклонник данного занятия, пожалуйста, для экономии денег, может быть для удовольствия, фармите, если вы хотите. Точки фарма, сбора ресурсов здесь по-прежнему остались. Но если вы не хотите тратить время, вы можете просто этот же ресурс заказать и выкупить у этой авиационной компании или у какого-то предприятия. Пожалуйста, теперь все перед вами. Хотите фармить, фармите, не хотите, не фармите. На мой взгляд, это самое лучшее и удачное решение, освобождающее игрока, у которого не очень много времени. Ну и еще раз, наверное, повторюсь, пожалуйста, не путайте. Сборка Май Лайф и проект Рау это не одно и то же. Проект Рау стоит на сборке Май Лайф. Но это абсолютно другой проект. Зайдите и посмотрите сами. Ну а что же есть еще здесь для того, чтобы каким-то образом развлекать игроков, которые, может быть, заскучали от того, что теперь мало фарма. А здесь, как и, наверное, на многих проектах проводятся ивенты. И единственное, что хотелось бы побольше видеть подобных ивентов для того, чтобы каким-то образом развлекать заскучавших игроков. Но тут надо понимать, что этот проект, это не обычная юнионская сборка. Нет. Здесь живая экономика. Как я уже неоднократно и говорил. Здесь взаимосвязь между предприятиями. Здесь живая, абсолютно живая экономика. Деньги здесь берутся не откуда, как это на большинстве проектов. Вы поехали, ниоткуда взяли ресурсы, в никуда их продали. Деньги у вас появились. Нет. Здесь вы эти деньги берете у какого-то другого предприятия, у какого-то, вот, как, например, авиационная компания. Вы вкладываете туда деньги, они на эти деньги закупают, привозят вам. Идет круговорот вот этих вот денег. И, естественно, если какое-то звено выбивается, то администрация должна его заменить. Поэтому она тут очень и очень сильно загружена. На это надо давать какие-то поблажки, потому что надо понимать, что администрация здесь действительно следит вот за этой вот цепочкой экономики. И если какое-то слабое звено подводит, это звено нужно усиливать. И усиление или замена данного выбившегося звена, конечно же, происходит с помощью администрации. Они заменяют работников этого завода, доставляют нужные продукты, какие-то изделия тем предприятиям, которые в этом нуждаются. И у них на это уходит огромное количество времени. На это надо давать поблажку. Но они все-таки умудряются проводить ивенты. Как, например, вот этот. Ну, а называется это мероприятие велогонка. Ну, я уже неоднократно говорил, что управление двухколесным транспортом на базе армы это такое себе еще занятие. Ну, и, естественно, из-за этого велогонка получилась достаточно забавным и увлекательным зрелищем. Может быть, на видео это будет не видно, но как люди ехали, падали и калечились, это отдельная вообще история. Ну, и давайте посмотрим, чем же все это закончилось и какие награды получили победители. Так, это что, все, кто финишировал? Ребята, это все, кто стартовал, я так понимаю? Да. То есть у вас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять человек стартовало у нас? В госпитале многие. А, еще в госпитале многие, да, говорят? Понятно. Ну, я поздравляю, молодцы. На самом деле было очень интересно, очень зрелищно. Я думаю, будет видеоролик скоро, и вы все посмотрите. Борьба развивалась очень-очень-очень интересно, потому что в самом начале, изначально первый, кто у нас стартанул, Абу Бандита, насколько я помню. Он прям сразу со старта вырвался вперед. Потом уже буквально у нас сразу на старте несколько человек выбыли из гонки. Далее Гарри Поттер вырвался настолько вперед, что я думал, что победа будет его, он ее вырвет. Но некоторые события, которые произошли на мосту, заставили покинуть его тройку лидеров, как минимум, оказаться в конце списка, в конце всей колонны. Но, тем не менее, не бросая все это, человек вырвался все ближе и ближе, ближе и ближе. И я, да, я хочу вас прямо поздравить. Молодцы, красавцы, достойно, четко. Никто не... Ну, были, 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 кто хотел с халявить, срезать. Что тут греха таить? Были. Но, в целом, большая часть, конечно, всю гонку прошла достойно. Выдержали. Итак, первое место у нас занял человек, человек, человек. Третье место занимает... Почетное третье место занимает Гарри Поттер. Я думаю, все поняли, почему я о нем много говорил. Потому что человек вначале был первым, потом потерял все позиции и все-таки под конец гонки смог прийти на позиции номер три. Представитель аэроклуба Гарри Поттер занимает почетное третье место. И приз... Какой приз за третье место? И приз 30 тысяч евро, который скоро будет перечислен на ваш личный счет. Итак, второе... Почетное второе место занимает у нас человек с именем Альбус Дамблдор. Выжил он? Нет вообще, где он есть? У нас скоро выжили. Его выжили, понимаете, да, то есть. Поднялось давление своего человека. Министр юстиции, представитель парламента, занимает почетное второе место. Поздравим его позже, когда прибудет к нам. Ну, в любом случае, достойный, достоин победы человек. И, конечно же, никто не ожидал, ни мы, ни, я думаю, никто из участников этого соревнования. Он даже и сам не ожидал, наверное. Я думаю, даже он сам не ожидал. Почетное первое место, которое действительно было вырвано. Такая воля была, прям такое рвение к победе. Я просто наблюдал всю гонку. Девастатор Базукин! Ура! Где ты там, друг наш? Выходи к нам. Вот оно. Представитель мотозавода занимает почетное первое место и получает в награду приз в 100 тысяч малдинских евро. От всей души поздравляю. Действительно, красавчик. Прям вот, прям не ожидал. Я обыграл всех магов. Весь Хогварт как бы вынес, я доволен. Ну да, кстати, да. То есть второй мест Альбус Дамблдор, третий Гарри Поттер. Это точно. Согласен весь. Ребят, те, кто не выиграл, те, кто не пришли в тройки лидеров, в любом случае, спасибо вам огромное за участие. Вы тоже молодцы. Тоже боролись до конца, не сдавались. Страдали, погибали, срезали. Пытались обмануть судьбу, застревали. Но, тем не менее, молодцы. Спасибо вам большое. Надеюсь, что вам тоже это понравилось. И в будущих соревнованиях вы также будете участвовать. Надеемся на то, что будете откликаться на это. Ну вот, друзья, таким вот образом здесь на проекте РАУ происходят мероприятия, связанные со стязаниями, спортивными играми, но и не только. Ивенты бывают абсолютно разные на любой вкус и цвет, как говорится. Ну а я же, в свою очередь, наверное, буду заканчивать данный видеоролик из цикла «Один день», проведенный на проекте РАУ. Еще раз, наверное, подчеркну. Проект РАУ, а не MyLife. Это сборка MyLife. А проект абсолютно не похожий на то, что мы могли видеть когда-то в начале на проектах MyLife. Наверное, я смог вам показать, что теперь здесь не надо сидеть часами и фармить какие-то ресурсы. Здесь все сделано совсем по-другому. Это другая игра. Это другой сервер. Поэтому заходите, играйте и получайте удовольствие. Ну а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!